Тюльпана Наших братьев домой В Афганистане Сегодня, 15 февраля, день памяти и уважения участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года завершился вывод из Афганистана ограниченного контингента войск. Вспомним этот радостный грустный день, поклонимся павшим и обнимем живых. Торжественный митинг, посвященный 24-й годовщине вывода войск из Афганистана и дню чествования участников боевых действий на территории других государств объявляется открытым. День памяти и уважения участников боевых действий в Афганистане Сегодня 24-я годовщина дни вывода войск из Афганистана. Этот кровавый след остался в каждого. Вы гидны нашим героям-ветеранам Великой Ветчизненной войны. Мы схиляем голову перед вами за ваш героизм, за вашу мощность, за защиту Ветчизны. Низький уклін матерям. Батери солдат Афганистана, уважаемые новомосковцы, честь и хвала за мужество и героизм наших афганцев, которые выполнили свой интернациональный долг от начала и до конца. Это очень больно, когда здесь стоят те, кто вернулись. И святая память всегда нас возвращает к этой стели. Печально тех, кто сегодня не стоит на этой площади. И всегда мы будем возвращаться к этой стели, для того, чтобы почтить память тех, кто отдали за родину, за свои семьи, за детей и положившие на плаху героизм и мужество. В мирное время сегодня вы показываете пример своей дисциплины, своей порядочностью. Вы воспитываете в молодежи дух мужества, храбрости украинца. Здравствуйте. Я вас всех приветствую. Я всем желаю огромного счастья, здоровья и успехов. Сегодня нам может быть сложнее, чем было тогда, когда приходилось топтать пыль Афганистана. Почему? Потому что хоть там и не было откровенных врагов, но тем не менее мы знали, кто был враг. Сейчас у нас нет врагов, но какая-то бюрократия, какая-то машина постоянно мешает нам делать вроде бы что-то справедливое. И я уверяю вас, что сейчас, по сравнению с прошлыми годами, это стало сделать значительно легче. То есть, наконец-то, некоторые бюрократы превратились в наших союзников. Добрее обстановка, легче общаться с людьми, люди стали добрее. И поэтому в завершение всего я хочу поблагодарить всех, кто сегодня собрался здесь. Я хочу поблагодарить всех, кто все-таки, несмотря ни на что, не потерял веру, то святое и доброе, что нас объединяет. Всем счастья, любви и здоровья. Девяти лет и полутора месяца через Афганистан прошло 620 тысяч солдат, офицеров, генералов. Из них 160 тысяч – выходцев из Украины. 3432 человека не вернулись в родной дом. 2729 матерей лишились сыновей. 505 молодых женщин стали вдовами. Сиротами – 711 детей. Восемь тысяч получили тяжелые ранения. 3560 стали инвалидами. Из Днепропетровской области через Афганистан прошло 11,5 тысяч молодых людей. Из Новомосковщины – 400 человек. 13 из них не вернулись домой. И не вернутся никогда. В Югославии погиб один человек. В Чечне – трое. Минута молчания. Это много или мало? За тех, кого рядом уж больше не стало. За тех, чья судьба оборвалась так круто. Минута молчания. Прислушайтесь, люди. Пожалуйста. Минута молчания. 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 Прапорщик Малюк Владимир Иванович Младший сержант Шаповалов Геннадий Александрович Младший сержант Шульга Сергей Викторович Ефрейтор Петровский Виктор Александрович Рядовой Юрченко Станислав Лечесть спасена Если другом надежно... ... ... Перед вами шли юные воины... ... 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